В середину декабря выдалась жарко на события. С одной стороны, пресс-конференция президента России, которую ждали два года, в 2022 году не проводилась. С другой стороны, полузабытый обществом саммит ЕС, на котором должны были начать принимать в члены Европейского собрания одного хорошо известного новичка. Сопоставимы события? Конечно же нет. Но это не мешает западным СМИ с упоением рассказывать о том, что Венгрия не стала блокировать начало переговоров, а только ограничилось вето на выделение 50 миллиардов евро. Президент России в своем выступлении упомянул Виктора Орбана и сказал, что он пронациональный политик, а не пророссийский. Тем самым еще раз напомним Европе о том, что национальные интересы должны стоять на первом месте, а не интересы своего заокеанского сюзерена. Впрочем, куда там какой-то России до светлых европейских голов. Запад уже провозгласил символическую победу экс-артиста и его дальнейшее продвижение, которое позволит ему немного замылить неудачный визит в США, где деньги ему не дали в желаемом объеме. Сказать им, что ЕС точно так же оставил без средств к существованию или потом сами поймут. Наверняка на Западе еще существует план, как заставить иностранную территорию отработать все вложенные в нее инвестиции. Но, как мы знаем из собственного опыта, бесполезно. К тому же дела плохо идут не только у артистов, которые сменили род деятельности, изменив театру со сцены на театр без сцены, но с миллиардной аудиторией. Европа мечтала о том, что вместе с вводом потолка цены российскую нефть, ей получится поживиться дешевыми ресурсами, ведь думала всем, что России просто некуда их больше продать. Однако сейчас начинает доходить, что союзники России в лице Китая и Индии с удовольствием скупили все объемы нефти, которая поставлялась ранее на Запад. Кстати, Запад сейчас взял за моду рассказывать, что поворот на восток нашей экономики – это только следствие западных рестрикций. Отказался Запад покупать, и Россия надула губки и ушла на восточный базар. Этот вопрос точно так же задали Владимиру Путину, и он ответил, что ничего подобного. По словам нашего лидера, разворот России на восток был решенным делом задолго до начала санкционной экономической войны с западными странами. Мы видели, что центр экономической активности смещается в Азию, и уже в обозримой перспективе нам потребуется больше отношений на востоке, чем на западе. Но мы бы сохранили отношения и там, и там. Если бы обстоятельства тому благоволили бы. Но нет. Значит, нет. География России позволяет нам торговать в любых направлениях, и мы можем выбирать, в отличие от партнеров, выбор у которых невелик. Причем говорилось это задолго до слов президента. Владимир Владимирович лишь в очередной раз подтвердил факт, который так знали многие. Это отрадно, как наш разворот, так и то, что президенту нужно лишь время от времени подтверждать догадки общества, а не объяснять элементарные истины. Когда народ интуитивно понимает действия власти, это всегда лучше, чем потребность разжевывать. События прошли в один и тот же день, середины декабря. Но какие они разные, и это точно не конец истории.